Вопросы есть, прежде чем мы завершим тему обучения, изучения и проповеди? Мы довольно подробно рассмотрели, как следует понимать драму Писания. Однако вы призываете осмысливать труды не ортодоксальных богословок с симпатией, но и одновременно с критикой. Поясните. Понятно. Пример неоортодоксального подхода. Неоортодоксальный подход часто ассоциируется с именем Карла Барта. Он умер в 1968 году. На мой взгляд, он один из самых известных богословов со времен Кальвина в плане реакции на его воззрение, а вклад Барта в богословскую мысль трудно переоценить. Поэтому с исторической точки зрения Барт был очень значимой фигурой. Согласно Барту, Библия становится Словом Божиим, когда через ее текст Дух Святой обращается к сердцу и разуму человека. В этот самый момент посредством текста и происходит встреча человека с Богом. В подобном ключе о встрече с Богом говорил другой знаменитый неоортодоксальный богослов Эмиль Брунер. Неоортодоксальный подход, однако, не учитывал, а точнее сказать, отвергал традиционную ортодоксальную идею о том, что Библия представляет собой Слово Божие, невзирая на то, признаем мы это или нет, это объективно Слово Божие. Библия есть откровение, особое откровение. Когда же Святой Дух словами Писания обращается к какому-то человеку, мы традиционно трактуем это как просвещение. Другими словами, Дух Святой освещает объективно, независимо существующее особое Божие откровение. В неоортодоксии эти два момента, просвещение и откровение, сливаются воедино. Откровение при таком понимании происходит в тот момент, когда Бог через Писание обращается к человеку. Учитывая это, для неоортодоксии, как мне кажется, характерно смешение понятий просвещения и откровения. Как к этому относиться, когда читаешь таких авторов, как, например, Бернард Андерсон, воспринявших богословие Барта и неоортодоксию в целом? Он также говорит о встрече с Богом, а чтение Библии рассматривает как событие, как время общения с Богом. И это все так. Проблема в том, что недосказано, если вы меня понимаете. Это хотя бы отчасти отвечает на ваш вопрос? Еще один вопрос, и будем заканчивать. В связи с представлением о Писании, как о драме, вы упомянули Николаса Райт. Да, Николас Райт. Райт не является неоортодоксом. Вы думаете, следует отдать предпочтение Райту или все-таки Андерсону? Итак, как бы я сравнил Николаса Райта с его восприятием Библии как пьесы и Бернарда Андерсона, демонстрирующим аналогичное видение? И почему я предпочел подробнее изложить представление Андерсона, а не Райта? Все просто. Есть причина более субъективная, и есть причина более объективная. Что касается первого, не могу сказать, что имею что-то против Райта. Но если брать во внимание историю, историю христианской мысли и тот факт, что кто-то предложил ту или иную идею довольно давно, а теперь она преподносится как нечто новое, определенное недоумение возникает. Вот почему я подчеркиваю, что такой подход, такое восприятие фигурирует в христианстве уже давно. Но это субъективная причина. Объективная же причина состоит в том, что Николас Райт, насколько мне известно, в отличие от Андерсона, не предлагает курс занятий по изучению Библии на основе подхода к писанию как пьесе. Анализ писания как пьесы в пяти действиях, предложенный Райтом, мы находим во многих его публикациях, которые я тоже назову. Но в целом именно по этим двум причинам я выбрал пример Андерсона Ани Райта для данного раздела курса по преподаванию Библии с опорой на библейское богословие. Я ответил на ваш вопрос. Не кажется ли вам, что те, кто исповедует принцип аналогии Библии и сравнивает ее с драмой, в определенной степени отвергают как ее историчность, так и ее мифологичность, о которой писал Рудольф Булльтман? Понятно. Можно ли сказать, что те, кто воспринимает Библию как пьесу, как историю, библейскую историю, несколько умаляют ее историчность. Иначе говоря, представляют Библию скорее как литературное произведение, феномен, а не описание того, что Бог действительно вершил в истории. Если отвечать кратко, то ряд богословов как раз таки подтверждают ваши опасения. Можно говорить о библейской истории, о воскресении, о казнях египетских. В общем, сообщать весьма полезную текстовую информацию, но при этом не верить, что все это действительно имело место в истории. Поэтому читать подобного рода вещи следует очень осторожно. Важно убедиться, что автор не просто описывает литературные характеристики тех или иных библейских текстов, но и видит в них сюжеты реальных исторических событий. Поэтому я бы выделил две группы. Те, кто рассматривает Библию как повествование, но о реальных исторических событиях, и те, кто готов обсуждать литературные свойства библейской летописи, обходя стороной ее историчность. Это понятно? Вот почему чтение богословской литературы требует от нас критического мышления. В курсе, по-моему, систематического богословия я веду семинар. Если на семинарские занятия у нас, конечно, остается время. Так вот, я веду семинар, посвященный вопросу о том, как читать дополнительную литературу. Как критически осмысливать книги-публикации из сферы богословского образования. Ведь сколько авторов, столько и подходов. А посему нужны критерии для правильного осмысления и правильной оценки подобных работ. Иногда богословская литература оказывается для нас весьма полезной. Так, Энтони Хэнсон, автор книги о воплощении Христа под названием «Благодать и истина», в самом начале своей книги говорит о том, что в качестве основы для учения о Христе он не будет использовать Евангелие Тауана. Он считает этот источник не вполне достоверным, так как Евангелие Тауана было написано сравнительно поздно. Но после прочтения книги Хэнсона возникает стойкое ощущение, что этого Евангелия ему явно не хватало. Правда, не хватало. Хотя надо отдать Хэнсону должное – он озвучивает свою позицию, свои основания, свой подход в самом начале. Так поступают немногие авторы. Свои допущения они не эксплицируют. Так вот, богословское образование как раз таки и призвано помочь вам увидеть в богословской литературе то, что представлено там имплицитно, и как это отражается на развитии той или иной темы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok